Более 10 лет Артель Хакасия трудится в республике. Ежегодно в российскую копилку старателями добывается более 1 тонны драгоценного металла. Но не золотом единым жива Артель и республика Хакасия. Главным и ценным ресурсом являются местные жители, пожилые, трудоспособные, молодые и самые дорогие наши дети. И словам о социальной ответственности бизнеса здесь уделяют особое внимание. Ежегодно Сергей Николаевич поддерживал нас с 2017 года по настоящее время. За весь период мы пошили 5 комплектов национальных костюмов, приобрели тиберкомусы. Теперь у нас изготовляется национальный шорский инструмент Кайкомус. Всем, чем может, я думаю, что эта компания нас поддерживает. Без них, я думаю, что мы бы ничего не смогли. Ну, вообще, Артель Хакасии нам помогает хорошо. В отношении даже проектов, грантов, они нам всегда поддерживают софинансированием. Мы вот участвовали в республиканском грандах. В этом году мы участвовали в республиканском гранте на 720 тысяч. Они нам софинансирование произвели. Нам доставляют все комплексы, которые мы приобрели на эти деньги. На отсыпание площадки нам выделили несколько камашин песка. Ну, в планах у нас еще нашу площадку расширять. Мы хотим там сделать мини-футбольное поле. Естественно, также мы хотим участвовать в проектах, в грантах. И, надеемся, он нас поддержит в этом плане. Потому что это не только лично для нас. Ну, около половины села, наверное, точно будут там собираться, если такие условия детям создавать. Вот, велогонка у нас проходила летом впервые. Вообще в поселке мы проводили тоже от организации ТОС. Сами организовывали. Обратились тоже также к Сергею Николаевичу. Просчитали смету. И он нам полностью софинансировал вот эту велогонку. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Хотелось бы пожелать того, чтобы люди плодотворно работали. Они ждали, что кто-то что-то даст и просто сделает. Хотелось бы, чтобы все включались в работу. Всех с наступающим Новым Годом. Мы работаем в Хакасии, в Горной Шории. И поэтому должны сделать все возможное для сохранения культурных традиций и местных особенностей, чтобы оставить после себя добрую память. Продолжение следует...